Мы находимся на конференции магазин 2021, CMT, самый центр Москвы. Ольга, вы устроитель, вы организатор. Расскажите, как вам мероприятие? Как вообще проводить мероприятие после целого года отсутствия, после целого года ковида? У меня очень позитивные впечатления. Я очень рада, что откликнулись и приехали такое большое количество наших партнеров и трейдеров. Мне сейчас очень все нравится. И когда ты в реальности видишь, как нас много, это замечательное ощущение. Мне очень нравится. Поговорим о трендах. Вы, как большой игрок на рынке, должны были заметить какие-то большие или, может быть, неожиданные тренды. Расскажите, что вам заметилось во время ковида или, может быть, после, прям по выходу из него? Ой, подождите. Про тренды, то есть что начали, может быть, больше покупать? Или какая-то модель поведения у покупателя поменялась? Что вы заметили? Я бы отметила, люди стали покупать больше еды, чтобы готовить дома, с одной стороны, потому что во время ковида. То, что мы называем борщевой набор. Людям очень хотелось готовить дома, всем было это очень интересно. Сейчас, опять-таки, поведение меняется. И когда люди вернулись в офис, возникла потребность, она растет, это в тренде, это еда готовая, еда с собой. Ну, я бы отметила вот эти моменты. Они, мне кажется, очень важными, потому что это должны почувствовать, увидеть наши партнеры и поменять себя в бизнесе. А что-то внутри продуктовой группы изменилось? Может, какой-то неожиданный продукт, который никто не ожидал, а он во время ковида начал потребляться вот неожиданно много? Гречка, не знаю, что ли такое. Ну, я боюсь, что... Нет, я, наверное, ничего такого не могу сверхъестественного выделить тут. Ну, какой-то всплеск был в самом начале ковида, но он искусственный, да, и потом все вышло опять на круги своя. А уйдем от еды, от продуктов к рознице, к рознице, к маленьким магазинам, либо к каким-то... У них какие-то... Вы подмесили какое-то поведение поменялось, либо они по-другому стали закупать, либо рассматривать как-то по-другому? Ну, это зависит от того, где находится магазин, в какой он находится, локации, потому что магазины у дома, как я сказала, они стали явно просить у нас больше фреша, люди... Больше овощей и фруктов, потому что люди очень хотели готовить дома. И магазины у дома вообще в этом очень сильно выиграли, потому что люди боялись отойти далеко. Я бы ответила так. Последний вопрос про доставку. Она очень сильно повлияла... Инструмент настоящий стал, которым мало кто пользовался, вернее, ну, пользовалось много, но, скажем так, новые потребители пришли на доставку. Заметили ли вы что-то с доставкой? То есть вам легче с ней стало, вам сложнее стало? Я не могу отметить пока что какого-то очень большого прогресса в доставке. Если брать крупные города, то уже сейчас у нас там достаточно большая доля. Брать маленькие города, люди все равно предпочитают приезжать в магазины. Очень интересно, что вообще в метро партнеры любят приезжать. И когда я задаю вопрос, почему, они говорят, вот нам некоторым нравится ходить, выбирать продукты, что-то новое для своего магазина, им кажется так интересно. Но потенциально, конечно, доставка будет расти и за ней будущее. Спасибо большое, не переключайтесь. Скоро новые эксперты. Такая экспертиза звучит на конференциях магазин 2021. Продолжение следует...